И снова здравствуйте, с вами Деф. Ну а мы продолжаем знакомиться с событиями Инфинити. Итак, мы начинаем с пятой номерной части, которая показывает нам последствия восстания, которое поднял Тор убийством строителя на родном мире Империи Кри, на Хале. Это побудило новую волну восстания, потому что строители транслировали это везде, где только можно. Из каждого утюга шла трансляция того, как сейчас Тор должен встать на колени. И оказалось, что эта трансляция показала, что их можно сломить, что они не указ, что им можно противиться. И каждый мир начал восставать против строителей. И мы видим как раз небольшую нарезку, как герои по всей галактике раскидывают эти силы. И вот некая планета, Капитан Америка, вместе с героями Империи Шиар, бьются против строителей и там видят последнего Алифа. И так Кэп говорит, остался всего один, сфокусировать весь огонь на нем. Но в этом нужда мгновенно отпадает, потому что туда пришел Халк. Буквально с нескольких ударов он уничтожает этого робота, вдалбливает его в землю и превращает просто в ничто. И когда вроде бы бой закончен, то Кэп поднимает глаза куда-то вдаль и он в шоке. Он даже проговорить нормально не может. Он... что? Зачем? Кто распорядился? И девушка из Империи Шиар ему говорит, что вы это все сделали вы. Вы дали нам надежду, когда мы ее потеряли. Именно ты составил план, который помог одержать нам победу за победой. И сейчас мы одерживаем глобальную победу в этой войне. Это победа Мстителей. И это мир Мстителей. Помните, я вам говорил в начале Секретных войн, что надо держать в голове фразу Avengers World? Вот эта фраза до сих пор появляется и будет появляться дальше. Сопротивление собирает из подручных средств огромную букву А и поднимает ее как знамя. Знамя Мстителей. Потому что именно Мстители помогли одержать победу в этой масштабной галактической войне. И то же самое происходит на множестве разных миров, куда дотягиваются силы Мстителей. Стар Брэнд, Соколиный Глаз, Вновь Капитан Америка и так далее, так далее, так далее. И вот когда уже бой окончен, то Тор идет к Эпу и протягивает ему бутылочку пива. И говорит, что этот напиток очень крепкий. Говорят, что обычному человеку его лучше не пробовать. Но мы же с тобой не обычные люди, верно? Кэп суперсолдат и после глотка он закашливается, говорит, да, обжигает. Судя по всему, Тора это не смущает и его все устраивает. Итак, к друзьям приходит Гладиатор и говорит, что они только что смогли восстановить сеть коммуникаций между всеми планетами. То есть связь восстановлена и, к сожалению, у меня для вас очень плохие новости. Земля пала. Мы же переносимся на нашу родную планету, к скрытому городу нелюдей. К Тейну, который превратился в нелюдя. И он на пепелище этого города держит в руках череп. В лучших традициях Гамлета. И не понимает, как это произошло. Почему это произошло? Всю жизнь он пытался от этого бежать. Он пытался от этого спрятаться. Он не убивает людей. Он лекарь. Он их лечит. И тут как раз к нему подходит Эбонимо. И между двумя завязывается интересный диалог. В рамках которого Эбонимо, как мы знаем, он умеет навязывать свою точку зрения людям. И он как раз ему и говорит, что возможно ты, конечно, пытался от этого убежать, спрятаться и так далее. Но от себя не уйти. Ты тот, кто ты есть. Ты сын своего отца. Глянись вокруг. И Тейн не понимает, но если я всех убил, почему ты живой? И оказывается, что Эбонимо выжил только потому, что вокруг него был специальный энергетический щит. Как-никак один из членов Черного Ордена может за себя постоять и каким-то образом защищаться. И он пришел, чтобы помочь Тейну. Помочь ему обрести контроль над его новообретенным даром. И Тейн говорит, это не дар, это проклятие. Обратите внимание, друзья, на руку Тейна. Одна из его рук черная и с когтями. Это будет важно дальше по ходу истории. Ничего супер важного, но просто держите это в голове. И Эбонимо показывает ему некий костюм. И говорит, что это специальное устройство, которое позволит тебе контролировать свою силу. Поверь мне, это дар. Ты просто этого еще не понимаешь. Данный костюм ограничит твою силу и позволит тебе использовать ее только против тех, к кому ты прикасаешься. Не бесконтрольно разбрасываться энергией туда-сюда, а именно направлять ее. И Тейн говорит, ну если так, то это воистину дар. И так, когда он заходит на эту платформу, становится на нее, и костюм полностью его заковывает в себя. Во-первых, мы видим абсолютно классический образ Тейна. Именно так, я думаю, все его представляют в комиксах, если вы, конечно, знаете данного персонажа. И когда он говорит, спасибо тебе большое, Мо, то Эбони говорит, ну не спеши меня благодарить, потому что, как правило, благодарность очень сильно переоценена. Он активирует эту платформу, и она превращается в темницу. И так, Тейн оказался закрыт в этой колбе из непробиваемого энергетического щита. А Эбонимо спешит сообщить радостную новость своему господину, его отцу, о том, что у него для него есть дар. Мы же переносимся в Ваканду, в Некрополь, где силы Таноса пытаются разобраться с бомбами из антиматерии. И у них не получается, они не понимают, как устроена данная бомба, как ее активировать, не навредив самому взрывателю, то есть самому веществу антиматерии. Можно абсолютно легко ее повредить, и если антиматерия просочится сюда, то как бы конец абсолютно всему вокруг. Поэтому они не знают, как это устроено. Я хочу напомнить, друзья, об уровне интеллекта тех, кто создавал эти бомбы. Бомбы создавал Черная Пантера, Старк и Рид Ричардс. То есть эти люди настолько умны, что Черный Орден Таноса и его самые ярчайшие умы, судя по всему, это какие-то искусственные интеллекты, не могут понять, как это устроено. Итак, Танос говорит, что меня это очень сильно огорчает. Нам придется обратиться к одному из членов этого Ордена Иллюминатов. Давайте попробуем залезть аккуратно к нему в голову и узнать, какие тайны он хранит. Мы видим Черного Грома, который прикован к какому-то специальному устройству. К его рту привязаны тоже некие специальные энергетические пушки, которые, судя по всему, выкачивают его энергию и не дают ей высвободиться. То есть он не может использовать свои силы. И к нему подходит Супергигант. Как мы помним, она ментальный паразит. Она может влезть кому-то в голову и попытаться вытащить все оттуда. Танос просит, чтобы она была аккуратней и не разрушала его разум окончательно и бесповоротно. Потому что он нам может еще понадобиться. То есть, как я и говорил, друзья, это как телепат, только, скажем так, черный и злой. Если, допустим, тот же Профессор Икс, Джин Грей и так далее, могут просто прикоснуться к разуму какого-либо существа и прочитать его мысли, или же взять его под ментальный контроль и так далее, то в данном случае это сопровождается ужасными болями, агонией и, как правило, разрушением сознания. То есть ей приходится очень сильно сдерживаться, чтобы не разрушить его разум. Тем временем иллюминаты наблюдают разрушение очередного мира. Очередная планета, как мы помним, была уничтожена, тем самым обе вселенные были спасены. И Старк поднимает забрало и говорит, друзья, я один рад тому, что мы только что закончили разбираться с очередным коллапсом времени и пространства и просто заняться каким-то локальным планетарным вторжением. То есть если мы посмотрим на масштабы одного и другого события, то, конечно же, сопряжение и коллапс всей мультивселенной намного выше и намного серьезней, чем вторжение на одну планету, даже если это ваш дом. Тем не менее, конечно же, иллюминаты понимают, что он хочет сказать, но никто не рад ни одному, ни другому. Это аксиома Эскобара, если вы понимаете, о чем я. Итак, они решают, что же нам сейчас сделать, с чего мы начнем. С Таноса или же с его сына, потому что им нужно разобраться с двумя проблемами. И тут к ним приходит безумный Макс вместе с Лок Джо. Тем временем на базе иллюминатов в Ваканде супергигант смогла вскрыть разум Черного Грома и узнать все тайны. Она рассказала, как именно устроена бомба и также, где находится взрыватель. Он находится в другом месте, но она знает, где в лаборатории. Таким образом, все бомбы из антиматерии полностью может контролировать Танос. И в этот момент с ним как раз выходит на связь Эбонимо и говорит, что сын у него. Танос очень рад. Что еще одна проблема была решена. Пока что это успех за успехом. Он выигрывает по всем фронтам. Есть незначительные поражения, но в глобальных масштабах это ничто. Итак, он поднимает весь Черный Орден и они отправляются срочно за его сыном. Все, кроме супергиганта. Ей особое задание. Она должна подготовить бомбы, встретить здесь Мстителей. И как только Танос разделается со своим сыном, она должна активировать эти бомбы, дабы уничтожить эту планету ко всем чертям и разобраться с ней и со всеми ее жителями раз и навсегда. Планета Земля является занозой для Таноса на протяжении всей его истории. Тем временем, иллюминаты смогли телепортироваться к Ваканде. И когда Черная Пантера видит, что происходит, он в шоке. Золотой город пал. И так, когда он уже готов ринуться вперед, то Стар говорит, стой, не двигайся. Нам нужно грамотно оценить все, что происходит, и четко действовать, потому что у нас проблема. Насколько я вижу, силы Таноса не только в Ваканде. Они также находятся в Некрополе, а также они находятся там в подземных лабораториях. Все мои маячки сработали. Как только мы оказались в зоне действия и на Земле, я напоминаю, друзья, какое-то время они находились не на нашей планете. Они были в другой вселенной, на другой Земле. Когда он сюда вернулся, радиус действия, опять-таки, видимо, планетарный, он смог получить уведомление о том, что в лабораторию вошли и бомбы полностью под контролем противника. Одноименный фильм научил меня, что это называется «Сломанная стрела». Если я, конечно, не путаю терминологию. И так, нужно что-то делать. Конкретно нужно сперва начать с Некрополиса. Невзирая на всю катастрофу, которая сейчас происходит с Вакандой, нужно сперва разобраться с тем, что происходит там. Это важнее. И так, Черная Пантера обнажает два клинка и просит богиню Баст простить его, потому что он сейчас не будет сдерживаться, ибо на кону стоит очень многое. И герои рвутся в бой. Тем временем, в город нелюдей прибыли силы Таноса, и Танос в восторге, потому что здесь его сын. Он благодарит Эбони Мо, и Эбони говорит, что «Я счастлив вам угодить». И так, когда Танос подходит к своему сыну, говорит, «Радуйся, радуйся тому, что ты можешь сделать еще несколько вдохов этого воздуха, потому что они будут последние». И Тейн спрашивает, почему? Почему ты это делаешь, отец? Ну, его можно понять? Он никогда не видел своего отца. Он просто слышал про него совершенно ужасные истории. И вот сейчас папа пришел всего с одной целью – его убить. «Это действительно крипово и страшно, я бы сказал даже». И Танос говорит, «Да потому что ты не даешь мне спать по ночам». Просто осознание того, что где-то ты есть и ты живой, вселяет в меня такое беспокойство, что я уснуть нормально не могу. То есть существование где-то его отпрыска его очень сильно пугает. В этот момент Таноса вновь отрывают, потому что он получает срочное сообщение с Титана, со своей родины. Сигнал очень прерывистый, и говорят, что на них напали. На них напали, и они не могут сдерживать натиск. И сигнал обрывается. Корвус обеспокоен, что это произошло на их родной планете. Тем временем мы переносимся в далекий космос, к галактическому флоту, и мы как раз видим там диалог между всеми этими представителями рас. Шиар, Крис, Круллов и так далее. Итак, они единогласно решают, что поскольку Мстители прибыли сюда и помогли им в этой войне, благодаря Капитану Америки и его смекалке, а также силам героев Земли, они смогли одержать победу в этой галактической войне. Если бы не было Мстителей, они хотели сдаться несколько раз. Поэтому они, конечно же, в долгу перед героями. И они решают единогласно передать полностью весь свой флот под команду Капитана Америки один последний раз. Давайте вернем вашу планету назад. И они двигаются к Земле. А мы двигаемся дальше. Конкретно на Титане какие-то два дозорных развлекаются тем, что стреляют из винтовки по каким-то ящеркам. И вот когда они просто стоят разговаривают, то один из них просто падает замертво на Землю, и все, что от него остается, это мокрое место, скорее всего от его головы. Другой озирается по сторонам и не понимает, что произошло. Его друг только что стоял здесь, и сейчас его уже нет. Он поднимает голову наверх и видит силы, видит всю армаду, которая прибыла сюда на Титан. Их ведет Сокол. Друзья, кто-то из вас в комментариях спрашивал, ой, зачем Сокола туда позвали, он же просто герой земного уровня, который просто летает. Добавьте Сэму Уилсону космические двигатели и дайте ему бластеры. Сокол военный ВВС, который всю жизнь провел на службе в армии. Как минимум у него за плечами огромный военный опыт, и его опыт отмечает сам Капитан Америка. По комиксным меркам данный человек имеет очень серьезный потенциал, плюс ко всему он бесстрашный, скажем так. То есть все, что необходимо для того, чтобы Сокол из обычного уличного героя, который просто может летать и бросаться щитом, он в настоящее время все еще владеет альтернативным щитом Капитана Америки, он все еще носит эту мантию, надо просто дать ему костюм, который позволит ему передвигаться в космосе и стрелять не обычными пулями, а лазером. Это будет такая же точно эффективная боевая единица. И вот одна из его отряда спрашивает, зачем мы в принципе пытаемся заниматься тем, что снимаем дозорных и так далее. Если эти не смогли сообщить куда-то там силам Таноса основным о том, что мы приближаемся, то смогут сообщить другие, потому что мы сейчас входим в их атмосферу. И Сокол говорит, да в принципе незачем, мы просто сминаем их оборону где только можем. А то, что они сообщат своему господину о том, что мы двигаемся, да будет так. Я хочу, чтобы он знал, что мы за ним идем, и он от нас не скроется. Мы тем временем переносимся на орбиту Земли, на конкретно башню меча на пик. И там находится черный двор, в которого Танос оставил здесь, как начальника обороны блокады всей планеты Земля. Вся Земля сейчас находится в полной блокаде, ибо флот Таноса окружил нашу Землю. Ему также создали какое-то специальное новое оружие, некую палицу какую-то. И вот когда он берет это оружие, то один из его подручных говорит, ну да, я надеюсь, что с этим оружием ты сможешь все-таки справиться и отмыть свою честь в глазах Таноса. И черный двор, когда это слышит, он настолько сильно этим раздражен и настолько уязвлен своим статусом на сейчас, то он опускает эту палицу со всей силы на этого пришельца или кто он там есть, и все, что от него остается, это оторванная нога и, видимо, одна рука, и все. Давайте запомним то, насколько важно ему отмыть свою честь в глазах Таноса и вернуть себе статус в рядах Черного Ордена. Итак, тем временем Капитан Америка получает сообщение от Старка. Тони ввел Кэпа в курс дела, потому что радиосообщение было восстановлено, они наконец-то смогли переговорить, и Тони вернулся на Землю, и у Кэпа появилась связь, и как бы Кэп полностью в курсе всего происходящего. Далее тут идет очень много диалогов, в рамках которых мы узнаем, во-первых, то, что герои не совсем понимают, зачем Таносу Земля. О Камнях Бесконечности никто из здесь присутствующих не знает, о них знают только иллюминаты, все иллюминаты на Земле. У Кэпа, как мы помним, память стерта. И Кэрол Денверс говорит, неужели он проделал весь этот путь и взял полностью всю планету Земля в блокаду, только для того, чтобы найти, прикончить своего сына. А Нигилус, например, считает, что это вполне себе веская причина. Кэп же говорит, что мы говорим про Безумного Титана, мы говорим про Таноса. В принципе, искать какую-либо логику в его действиях, пытаться оправдать их или как-то еще, не имеет никакого смысла. Он всегда действует в своих личных интересах, понятных ему одному. И нам сейчас это не важно, потому что самое главное то, что он полностью оккупировал нашу планету. И огромное количество людей погибло. Нам не важно, с какой целью он к нам пришел. Его нужно оттуда выбить по-любому. Далее, лидер Скруллов говорит, что ну а что нам мешает просто подойти и ударить по Земле. Оказывается, что орбитальная база меча, пик вот это, является флагманом. Именно поэтому Танос сперва организовал там диверсию, для того, чтобы временно ее выключить и увести внимание. И только потом он смог нанести по Земле и по всему остальному массированный удар. Как раз таки Скруллы говорит, ну а в чем проблема, как бы, ну да, есть база, но ударим и ударим. И вот тут, друзья, те, кто смотрел видео на канале про секретное вторжение, могут понять всю суть данного диалога. К нему подходит Джессика Дрю, женщина-паук. И говорит, понимаешь, дело в том, что мы на Земле сталкивались с очень большим количеством серьезных вторжений. И мы перестраивали и модернизировали эту башню несколько раз с учетом полученного опыта. Для тех, кто не смотрел видео секретного вторжения и не понимает в чем дело. Во время секретного вторжения Скруллы вторглись на нашу планету и точно так же взяли Землю в блокаду. Тогда орбитальная база меча не была готова к массированной атаке Скруллов и к полномасштабному инопланетному вторжению. Такое просто никогда раньше не случалось. В таких масштабах это раз. А два, Джессика Дрю, была одной из тех, кого похитили Скруллы и заменили. Лидер Скруллов, королева Вереньки, как раз таки взяла личину Джессики Дрю и все это время она была королевой. Поэтому данный конкретный диалог для тех, кто в курсе всех остальных глобалок Марвел, имеет очень прикольное значение. Как мне, конечно, кажется. Итак, мы едем дальше. Кэп в очередной раз разработал некий план, как именно они смогут подойти к Земле, разорвать блокаду и взять под контроль базу меча без особых потерь для себя. Далее, пока этот флот двигается к Земле, тут есть небольшой диалог, конкретно между Кэрол Денверс и Капитаном Америка и Манифолдом, который, в принципе, нам говорит то, что Манифолд очень сильно устал, он разбит, он пережил галактическую войну. Он просто герой Земли и переживает вот сейчас такое. Конечно же, для него сложно. Он не совсем понимает, что движет Кэпом, что движет Кэрол. Как они вообще находят в себе силы. Возможно, они во что-то верят. Или как-то так. Не считая того, что Кэрол Денверс является генетически модифицированным человеком с практически космической безграничной силой, а Капитан Америка это единственный в своем роде самый эффективный суперсолдат, то, конечно же, они обычные люди. И Кэп ему говорит, что все, что мне нужно для самомотивации, это знать четко, где я нахожусь и что мне нужно конкретно сейчас делать. Ты знаешь, что тебе нужно делать во время нашей миссии. Манифолд говорит, да, я знаю. Когда ты скажешь, мне нужно телепортировать определенные силы за линию врагов и открыть вам дверь. Кэп говорит, именно. Это все, что тебе нужно знать. Не пытайся решить проблему глобально. Если каждый выполнит свою роль, свою миссию, которая на него возложена четко и без промедлений, то глобальная проблема будет решена. Поэтому просто сделай то, что от тебя требуется. Я сделаю то, что от меня требуется. Тор, Кэрол, каждый сделает свой маленький вклад. И мы всего добьемся. Не волнуйся, все будет хорошо. А также, поверь мне, самые величайшие творения в этой истории нашей планеты и за ее пределами делались не какой-то верой, а делались именно так. Маленькими шажками, индивидуальными действиями. Поэтому не волнуйся, все будет хорошо. И как только они уходят, то с ним остается один на один Тор. И Тор говорит, что эти два человека величайшие герои. Я безумно счастлив, что могу назвать и Кэрол Денверс, и Капитана Америку своими друзьями. Но они очень сильно заблуждаются. В плане веры, сути и всего остального. Поверь мне, то, где мы с тобой сейчас находимся, это неспроста. Есть определенный план. И то, где ты сейчас стоишь здесь, рядом со мной, и у тебя есть определенная миссия. И у меня есть определенная миссия. Это все неспроста. Нам это было предначертано. Мы с этим справимся, потому что нам это суждено. Конечно же Тор верующий. Конечно же Тор верит во все сверхъестественное, потустороннее. И так далее. Он на секундочку сам является богом. Мне кажется, этот диалог весьма интересный и добавляет всей этой истории некой красочности. Того, что здесь есть совершенно разные люди. Герои обычного уличного уровня, которые просто умеют открывать телепорты. И все, не владеют какими-то супер навыками, супер силами и так далее. Он просто может телепортироваться. И он чрезвычайно важен в этой глобальной схеме. Тут есть боги, которые верят в некий великий замысел и в предназначение. А также здесь есть солдаты, которые просто следуют своему плану и просто исполняют приказ. И вот все эти личности, когда собираются вместе воедино и начинают двигаться к одной цели, как единый организм, им под силу все. И на совершенно божественном кадре массированного флота империи Шиар, который движется к земле, которую обороняет, наша орбитальная станция, которая в настоящее время полностью подконтрольна врагу, мы будем заканчивать эту часть. Впереди, друзья, у нас финал. Если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк, мне будет приятно и каналу полезно. Если вы хотите узнать, чем же закончится история Инфинити, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь на Ютюбе, либо же через мой Телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, а также всяческие арты. Подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Вулкан-1995АР, Павел Фомин, Хел-Хел, Алексей, Ибрагим Гусейнов, Сергей Милан, Костя Лебедев, Панда Монг, Николай, Капрал-26, Влад Моцарелла, Мимчура, Шинджики Карри-228, Андрей Мательский, Станислав Отвечалов, Алексей Першиков, Сергей Семченков, Дон Кокос, Владимир Марков, Айвори Кинг, Феодор Кустов, Андрей Харченко, Смоуки, Ред Феникс, Евгений Мурзин, Иван Алицкий, Кримзон Михаэл, Хитрый Крабос, Дил Варьевар, Сугроб, Игорь Фролов, Котч, Александр Белял, Алекс Котт, Антон, Барбос, Сергей Бодин, Владимир, Панда-20К, Арман Дощанов, Коля Романов, Ви-Джи и Роман Ким. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Boost есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. А также на определенном тире подписки есть небольшие аудиорецензии на комиксы, которые не попадают в видеообзор. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.